ребят привет я хочу сейчас буквально вкратце две-три минутки рассказать тему прошлого эфира в который я вышла я рассказала о том что я в турции решила закончить свое пумыже и уехать у меня есть контракт с сим-картой водафон называется турецкая интересная такая компания водафон он реально странная вот я решила расторгнуть контракт потому что каждый месяц они списывают с меня полторы тысячи рублей я прихожу водафон один человек потом второй потом третий потом четвертый они мне все отказали в заключение закрытие контракта закрытие контракта они мне говорят нелли давыдова это невозможно то есть вы уезжаете из турции и вам все время в банк будет капать долг каждый месяц полторы тысячи рублей пожизненно пока вы не вернетесь не сделаете вид на жительство и только тогда система увидит вас и сможете вы закрыть контракт то есть они решили на меня повесить другие и это было нерешаемо до 40 час наверное мы общались сидели там все девочка подключилась на турецком переводила помогала и к разным сотрудникам мы обращаемся что мы были дважды там и все мы говорили что невозможно то есть при представьте ситуацию когда вы просто хотите закрыть интернет воду откуда выезжайте вам говорят это нельзя то есть вы пожизненно будет это платить и ничего с этим поделать нельзя то есть я открыла на выныже вид на жительство то есть документ турецкий паспорт и открыл турецкий паспорт все он у меня закончился мне мы не продлили сказали уезжайте из турции и без этого паспорта то есть невозможно закрыть документ невозможно войти в систему и это было озвучено четырьмя разными людьми и мимо этого на тебя должны были подать в суд после того да и должны на меня подать в суд когда накопится большой долг когда меня не будет я с вами девочки вот то есть я за сегодняшний день поняла что я вечная должница и еще летать через турцию или въезжать в турцию непонятно с большими долгами в турции до чем это чревато потом в будущем и вот тема сегодняшнего эфира будет марина придумала как пройти курс по долгам за один час как закрыть долги за один час марина у меня сегодня этот курс прошла я наблюдала это все воочию да это было так интересно я проживала тоже частично все эти эмоции вместе с ней или была наблюдателем это очень ценно потому что действительно в первом месте нам дали точный отказ нам сказали ничего сделать нельзя но я в других местах тоже не пример так говорили но я долго не заморачивалась думаю пойду серьезно разбираться серьезно сказали нет нет не это невозможно что нель была очень шокирована и расстроена бескуражена несколько она вышла в эфир поделилась с вами вот посмеялись о том что это турция мы от этого несколько устали вы понимаете что здесь так работает все на самом деле не только сим-картами а в принципе здесь есть вопросы парни оставь чтобы доплачивать вот и потом начала прорабатывать истории да я решила трансформировать то есть мне кто-то в чате ой не в чате а в прошлом видео пишет нелли но ты же творец типа поменяй внешнюю свою реальность ты же умеешь как не систему как ты это делаешь я и пишу с возмущением прям у меня такое возмущение идет да я ничего внешнего не меняю ребят это невозможно марине это еще говорю она идет ржет и горитонель ну ты же меняешь игру да я не меняю то есть если что-то вовне какие-то проблемы наша задача эти проблемы просто перевести что они транслируют какой опыт надо получить и забить на внешне потому что внешне изменить невозможно его и не надо менять и в девяносто девять процентов случаев арене говорю они это внешне не меняется это не меняется я молчу не просто опыт какой-то получить и все я решила проработать для себя какой опыт заложен и я начинаю рассуждать а она ржет говорит а я про себя и потом рассказала я ржу думаю блин она всегда меняет реальность почему-то говорит что не меняет ну ладно я иду такая окей но человек если человек будет ждать изменения реальности мы не поменяем ждать не надо ждать не ожидаю надо вообще вот не ожидать вот все вот я я понимаю что менять реальность не нужно нужно просто понять что транслирует ситуация какой опыт получить ты с ним сказать как этот знаете этот из мультика котенок пинал внешне уже все ну как бы я смирилась что 18 тысяч рублей в год я буду пожизненно платить в банк турции какого-то вода фону за долги я смирилась его прорабатывает потом смирилась она перечислила что надо отпустить то есть это связь вот мне пишет я удивлена была почему так сложилось у тебя значит внутри есть блоки я начала переводить что транслирует не эта ситуация первое что такое sim-карта вода фона но это просто телефон имеющий сим-карту которая раздает вай-фай интернету то есть я говорю у меня привязка какому-то какой-то связи то есть связь привязка к чему-то но только в турции то есть эта штука работает она нужна только в турции до думаю что же я в такого в турции к чему я такой к такому привязалась что мне по сути в будущем уже не нужно но я буду за это расплачиваться пожизненно ну или хотя бы там 5 10 лет пока на меня в суд не подойдут вот и не заморозит там уже вот эти вот долги то есть я и начала марине проговорить к чему я привязалась то есть это какая-то привязка то есть и получается интернет со мной остается который мне не нужен возможно пользоваться а связь который мне не нужно нужно только здесь там она не нужна связь которая мне не нужна но я за нее буду постоянно платить за что я такого привязал за какую связь я держусь которую надо отпустить я начала перечислять к ноутбуку привязалась ты нет блин курсу привязалась который я буду делать или который у меня проходит либо к на который мне надо идти учиться перечислила да нет может быть к университету в которой хочу поступать сейчас я начала и перечислять квартира квартира в микси не продавать не продавать продавать не продавать короче и марина мне говорит на или ты привязалась к тому что именно есть в турции потому что в турции же тебе это связь прекрасно а вне турции не нужно я думаю ноутбук он не привязан турции куда хочу туда и вожу курсы тоже не привязаны университет ну как бы он великобритании находится или которые онлайн я хотела проходить тоже не привязаны и вспоминаю что у меня квартира в мерсине который я привязалась продавать не продавать у меня мозги привязаны к этой квартире то есть я хожу и время постоянно трачу думаешь как с ней поступить то марина мы идем доверенно сделать она риэлтор в турции то пойдем доверенно сделать и марин продавая то не продавай то снимай объявление то опять ставь она короче задолбалась я ее постоянно то продаем то не продаем я такая все отпускаю я квартиру пускай она на хрен пропадом пропадает я не буду с ней сейчас ничего делать некие доверенности все я отпускаю и и уже не решаю с ней некие вопросы но ты на самом деле сказал намного легче и как и страны наблюдала нашла такая идет ну негодует негодует там эфир вышла она выговорилась понятно что человеку это нужно выпустить из себя она это все высказала значит такая ну обсуждали турцию потом такая очень легко да и хер с ним типа ну буду платить ну значит буду платить ну она просто в этот момент приняла свой долг и перенела ситуацию она перестала с ней бороться абсолютно она не приняла по-женски такая из квартиры и сына потом так и будь что будет собственно с этой ситуацией и мы дальше она записывает сообщение с подписчиками с вами общается и кому-то говорит да я все отключала так я отключила воду я отключила свет и отключила домашний интернет и тут я понимаю что домашний интернет от мобильного ничем не отличается абсолютно это ну может быть разные фирмы на процесс один и тот же там тоже на и кометного ножи брали а закрыли и беда сложность в том нужно отметить что сим-карта открыта на айди карт это в документ о временном жительстве здесь который закончил он закончился и на внар паспорт паспорт закончился то есть они не могут ее индифицировать как клиента в принципе это сложно и она вдруг делится о том что вы были закрыты другие моменты без проблем я понимаю блин но это же то же самое одно и то же и я просто говорю мне приходит идея давай зайдем еще в один последний вода флаг попробую но раз закрыли домашний интернет но должны закрыть эту сим-карту награда у нас по дороге будет вода фон мы заходим вода фон там сидит мужчина очень симпатичный очень симпатичный такой знаете благородный турок как я обожаю этих мужчин именно благородный вот мы взяли его телефончик а я еще пошла спустила деньги да это я хотела потом рассказать и зашли туда он сидел там с дочкой причем такой вода фон неприметный я его посмотрела кстати ты видела там ничего кроме чехлов и проводов не продается мантере этот маленький закуточек вообще в итоге мужчина решил вопрос он сказал это невозможно он все проверим позвонил сказал вы не можете отключить интернет это невозможно у вас нету вот вы когда новое вид на жительство откроете только тогда мы сможем вам поменять то же самое сказал мы сделали смотри на щенячьи глаза и он начал звонить он звонил туда звонил сюда он позвонил третий раз пятый в компьютере что-то там делал долго мы час там были и он просто поднял все свои связи и он решил эту проблему и самое что интересное у меня контракт ну каждый год должен продлеваться и он заканчивается по идее в сентябре и дальше пролонгируется заново и я должна была июнь июль август сентябрь за четыре месяца заплатить по договору по полторы тысячи рублей чтобы закрыть этот контракт досрочно даже если бы у меня были документы что сделал этот мужик он с кем-то договорился сегодня же закрыл полностью все долги и закрыл мне эту сим-карту закрыл договор не взял денег за досрочное закрытие за те месяцы штраф нельзя все что вот по договору там причиталась и еще сказал вам 400 лир придут обратно который вы вперед не потратили то есть заплатили не потратили хотя там просто плата идет откуда там 400 лир может взяться это невозможно ну то есть то есть у меня месяц проходит и только после этого я плачу деньги месяц проходит и только в конце плачу деньги за прошлый месяц, и он говорит, я вам верну еще 400, то есть я весь месяц пользовалась, и он еще месяц вот этого пользования отдает обратно, как это вообще возможно, он говорит, вам на банк придет деньги, то есть что-то он перемутил, и мне вернулось, и я плюс еще пошла сегодня, потому что, да, я хотела добавить, произошло потому, что когда Нелли узнала о том, что у нее есть долг, будет в будущем, или есть на данный момент, мы просто пошли на шопинг, и она шлифанула свой долг тремя платьями чисто по девичьей, это вообще моя любимая схема, что у нас там последние деньги она купила платье, причем платье, которое давно хотела модели, искала три штуки я их два года искала здесь да, да, мы зашли, был ее размер, потому что у нее самый маленький размер, был ее размер классный состав платья, и сами платья достаточно удобные, стильные такие прикольные, и вот, пожалуйста, вселенная наградила бонусом и это еще не все мне девушка, Марина говорит, как будто она там отвечала, пишет с Алматы Нелли, она мне написала кучу голосовых, и говорит, я мечтала с тобой познакомиться, и именно я создала эту ситуацию, мне очень стыдно, прости, это ты из-за меня попала в эту проблему, но мы такие из барского плеча, ну что, прощай! мы посмеялись также у нее знакомые ну а мы как раз хотели документы, документов, работы это же абсурд я говорю, если бы мне вы ныжи не закрыли, я бы пользовалась этой сим-картой, я бы оставалась здесь, но мне не дали вы ныже, он закончился, не продлили, сказали, вметайтесь в Россию свою обратно с этой Турции вот, я говорю, все, я не могу пользоваться сим-картой, потому что я улетаю очень эмоционально проживает, я проживаю с одним лицом постоянно эти истории, она очень эмоционально проживала там, четверо женщин, один мужчина говорили, что это невозможно вот, потом она шла и прорабатывает сталь, потом, ну понятно, там я Марине доказывала реальность внешней, невозможно она мне говорила, ничего не возможно, я ничего никогда не могу поменять это же невозможно, я же не знаю, это даже меняется ну всегда, то есть есть причина этому, да, всегда меняется у нас у всех и просто проходит за час, мы прожили столько, я говорю, слишком много экшена на один промежуток времени там еще просто паук пробежал в это время, когда мы стояли по стойке да, по стойке пробежал паук, а паук к деньгам, вот поэтому 400 лиры пришли а, еще, 400 лир ко мне придут сейчас с банка, в течение двух недель мне водофон вернет 400 лир мне капнуло на турецкую карту, а чтобы вы понимали, у меня осталось 29 рублей ой, 29 лир, это примерно, сколько? 30 на 3, 90 рублей у меня осталось в Турции, остальное в евро уже вот, то есть у меня в лирах нет денег, то есть на карточках и наличка закончилась так как у меня вылет либо в воскресенье, либо в среду, я сегодня буду билеты покупать, либо завтра утром я уже устала вот, либо в воскресенье вылетаю с Турции, либо в среду у меня денег как бы не осталось, но я все решила потратить Алматы, мы сказали да, Елена вот нас ждет в Алматы а мы сказали в Астане ты сказала в Астане да, в Алматы, прошу прощения короче, фишка в том, что просто я приняла, ну сначала организовала себе долги и поняла, что я просто задолжала себе что связано с квартирой, что и задолжала себе не сливаться отпустить, не сливаться, да, потому что эта история такая, она только здесь и действительно, когда ты имеешь квартиру в Турции, ты все время к ней привязана эмоционально нам надо научиться уже, мы дети планеты, мы не можем быть привязаны к одному городу это вообще не наш образ жизни, то есть мы пришли на эту землю, чтобы жить в разных местах и показывать людям, что мы можем жить в разных местах не привязываться, менять свои локации, переезжать и так далее и ситуация показала, на примере Нелли, как это легко, за один час просто мы прожили все гнев, как это принятие, ненависть, гнев, уже все злость, уже практически были слезы оказывается радость от новых платьевших туда же в этот час и ликование в итоге, как решился этот вопрос то есть я купила три платья, мне пришло 400 случайно лир на карту и мы сейчас пошли и купили кучу фруктов то есть мне еще питаться там, если до среды, целая куча еды фруктовой придет 400 лир скоро, в течение двух дней закрыли контракт то есть получается мне еще все вернулось, то есть сначала долги организовала, потом закрыла долги и еще сверху вернула я максимально, никогда не видела в жизни максимально быстрое закрытие долгов вот такое просто, чтобы оно зародилось при мне, да, потому что мы когда туда шли, мы не знали, что долги есть то есть мы хотели закрыть контракт и мысль была только такая о долгах мы не знали потом они организовались вот при Надже мы с ними пожили, то есть ты была должником примерно час ну будущим должником вот, тем временем она пошла купила платье, надо отметить, что это так нельзя делать всем, у кого есть долги идти на последние деньги покупать платье там это по-другому работает она может покрыть, естественно, этот долг и 18 тысяч она могла бы эти покрыть они просто бы вылетали в трубу, они бы были не нужны эти траты вот, и она прожила это все, побыла в должнице час, купила новое платье и час, смотри, после этого уже еще платье час выбирали, потом час с этим мужиком часа три было ну часа три была в должнице, да, и сама эти долги решила то есть какой алгоритм действий? проблема, да, нам нужно перевести реальность, что она транслирует нам это один из видов патента, который я сейчас буду патентовать метод перевести внешнее на внутреннее то есть, что я должна здесь понять и осознать то есть мы берем листочек ну я это в умею делаю а вам, как я на всех курсах это раньше давала, потом видео бесплатно уже много раз рассказывала берем листочек, записывая в мельчайших подробностях детально историю вашу и начинаем переводить все персонажи я, то есть я сама себе что-то говорю ну например, я пришла в водофон, центр связи то есть я пишу не водофон, а просто пишу центр связи потом подумаю, то есть это какое-то общее значение и я сказала, ну уже пишу не человеку, а сама себе закрыть контракт на что не человек, а я сама себе говорю я не могу закрыть контракт то есть я получается, этот текст перевожу, что все персонажи я Марина, это я люди, которые там говорили мне, что ты не можешь закрыть контракт это тоже я, то есть я перевожу я, 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 я и все, как это, действия остаются такими же действиями а общие точки, на что я ориентируюсь например, водофон для меня просто пункт связи пункт налаживания связи, допустим пункт связи с миром что для меня интернет? интернет это связь с миром то есть я слово интернет заменяю на связь с миром то есть мне надо на чувство перевести слова и я это читаю и становится уже понятно что я пытаюсь себе просто это сказать то есть когда этот текст будет полностью переведен потом уже будет ясно что можно еще там еще принятие ситуации ты же приняла потом сначала она перевела, а потом приняла ну да, я хотела себе вот это сказать она искренне приняла ее она не для галочки она шла такая да и хрен с ним пусть уже будет этот долг она его реально приняла она не сопротивлялась ситуации она в ней не зациклилась это очень важно ну то есть мы побыли в ней какое-то время но она пошла дальше она не зациклилась на ней я помню как научилась от тебя через образы говорить с собой используя вопрос почему я желаю да, это один из метод и я их все вместе использую то есть есть первый метод мы переводим реальность что она транслирует то есть что я через физический мир хочу сама себе сказать то есть что душа пытается мне сказать через физический мир то есть я это перевожу надо каждое слово идентифицировать и понять например банк это мои обещания самому себе то есть взять кредит в банке это взять кредит энергии то есть деньги это энергия перемены То есть взять обещание сделать какие-то перемены. То есть для меня банк – это взять обещание для себя. Мужчина – это мужская энергия делать. Все женщины – это мои желания. Дети – это моя детская, внутренний ребенок. То есть мой интерес к познанию этого мира – это радость, это кайф. И дети беззаботные. То есть я каждое слово перевожу, что оно в чувствах обозначает. То есть какие чувства стоят за этим словом. И дальше говорю, я сама себе сказала, сама сделала. У меня сейчас пришла мысль, есть еще один важный фактор. Мы не перестали действовать. Независимо от результата. То есть первый результат был не то, что отрицательный. Нам не просто сказали нет. Нам сказали вообще никогда и незачем. Это невозможно. Ситуация очень комичная, потому что, чтобы закрыть, изменить контракт, ты должен получить документ, который ты и так бы хотела получить. Допустим, но тебе его не дают. А сейчас уже другие сложности нарастают на это. Но мы не перестали действовать. Еще что я отмечула. Нелли не запрещала себе эмоции. Она их высказала. То есть она высказала вам, она высказала себе. Она не задержала. Она все прожила как нужно. Она поэмоционировала, но не уходила в эти эмоции. Она не утопла в них. Потом она переключилась на трансформации. Трансформировала. Потом она себя порадовала новым платьем. И сделала четвертый шаг за час. Вот я говорю, у меня мурашки. Действия. Действия. То есть мы не перестали. Мы не расстроились. Мы не злились на водофон. Мы не сели строчить комментарии. Водофон говно. Нам не нравится водофон. Не подключайтесь на водофон. Мы не написали на здание. Ничего не начертили. Мы зашли с улыбкой радостной, в новые и сказали, пожалуйста, помогите нам. Нелли общалась с мужчиной сама, пыталась ему объяснить. Когда он говорил там нет, он ей правда сказала первый раз нет. Она продолжала с ним общаться. И она без привязки к результату просто шла взять свое. Я недавно услышала эту фразу. Я не живу желаниями. Я просто иду взять свое. Она просто спокойно пришла и взяла свое. А ты помнишь, как я уходила с водофона, где мне все пять человек отказали? Там большой водофон, куча столов. И каждый столик мне отказал. Каждый. Я ко всем людям разным обратилась. Я когда уходила, я кричала там доброго дня. Спасибо вам большое. Она не перестала идти. Улыбалась. И это важно. То есть многие люди на отказах или когда не получается, они стопорятся. И, конечно же, ничего не идет. Плиток это круто. Я вообще в нем морожка была. Здесь, да. Просто за час она быстро приняла все ситуации, сделала все, что нужно. Она реально была готова заплатить этот долг. На что ты тут сделаешь? Действительно, ничего. И это на самом деле круто. Девчонки, покупайте билеты в Алмату скорее. Да, это очень вероятно, что мы приедем в Алмату на самом деле. Мне экзамен просто надо по-английскому узнать. Я бы с удовольствием посетила. У меня вообще по карте, вы знаете, что есть карта, которая расписывает, где твои благоприятные места на этой планете находятся. И у меня вот там и в близлежащих регионах очень благоприятные для меня места. Плюс там можно подать, прости, собеседование на визу. А мы его будем ходить. У меня только Австралия и США и больше других мест нет. Маленький кусочек Бразилии, маленький кусочек Канады. Вот, но, блин, еду в Великобританию жить на пару лет. Да. Так что все классно. У меня есть личный цифровой скринолог. А что это? Кто такой? Хуя зыд. Он любые цифры прочитает. Вот, класс. Да, вообще можно какую-нибудь организовать встречу. Я тоже за, я доделаю все дела в Турции. Сейчас в панельной программе проработаю. Меня Турция не отпускает. Я хочу из нее уехать, а меня не отпускает Турция. Я его тоже буду прорабатывать. И с удовольствием съездим. Я приехала две недели в Турцию отдохнуть. Да. И просто осталось. Да. Через две недели мы просто с Ирой, с девочкой, с которой мы на другом деле бегали. Да, и она в прямом эфире тоже, да, была. Мы приехали и стали с ней жить, просто через две недели решили не уезжать. Потом познакомились со мной. Через две недели смотрели. Да, через две недели. Нелли меня пригласила. По итогу почти три года мы сидим. Да, мы сидим здесь и решили идти дальше, другие страны осваивать. Ну а что уже, все, Турция как бы молодец. Ну да, мы на самом деле очень много здесь опыта прожили, и было классно, и супер. Но я считаю, что раз у нас собирается компания единомышленников, нас просто ничего не держит. Нигде. У нас нет семей, у нас нет детей, у нас нет мужей, у нас нет парней. И мы с кайфом будем там путешествовать. С кентами. Мы любим котов. Мы очень любим котов, мы их все время кормим. Да, и хотим ехать дальше. И смотреть. Ну вот мне сейчас Камчатка ждет. Да. Москва ждет, Сочи ждет, Краснодар и Наборосийск. Сейчас там лето и очень замечательно. Я уже прям соскучилась. А дальше прилетим к вам делать визу. Мне английский там задавать как раз. Для поступления в вуз. В общем, я полтора года сейчас тущу, учу английский, а потом еду уже в Экстерский университет в Великобритании и на магистра магии учиться. Ну там магия это так факультет называется. На самом деле история будет, мусульманская и арабская история вместе с изучением книги Гарри Поттера, эзотерики, психологии, квантовой физики, топовый университет мира. С поступлением, естественно, в этот орден там у них закрытый. Ну, знаете, да, в Лике Плюща, в Оксфорде, в Экстерском и так далее. Везде есть вот эти вот масонские всякие ордена там. Короче, все туда попаду. Очень круто. Да. У меня даже личный препод английского есть. Она в Великобритании училась когда-то. Девушка пишет, что любит Анталию. Была там три дня. Вот и мы влюбились. Мы попали в Анталию, но это было почти три года назад. Мы не будем углубляться в детали, но все здесь было по-другому. Особенно цены. Сейчас сильно все поменялось. Да. Особенно цены, которые нас очень радовали. И, конечно, я после России. Девочки же тоже, да, из Казани. Ты из Краснодара, да? Оля в Оксфорд поступила. Какая Оля? Все возможно. Какая Оля? А, Оля, да, да. Это моя подруга. Серьезно? Она поступила в Оксфорд. Она вот недавно выкладывала сториз в Оксфорд. Да, ладно, да. Я хочу поступить в Оксфорд, но там по баллам я не прохожу из-за того, что у меня в дипломе есть тройки, а там у них минимальный порог 4,6 или 4,7 баллов. Надо диплом достать. У меня диплом не подходит. У меня подруга поступила в Оксфорд на онлайн. Я не знаю, на какую... Мне оффлайн надо. В кампусе жизни со студентами. Вообще, да, все возможно, правильно, Ириш. Вот. Ира у нас сидит, третья наша подруга в Таиланде сидит. Пока. Мы улетели в Таиланде, зимой я вернулась, а Ирина еще там. Ну вот мы так и живем теперь. Нелли тоже в свое время была в Таиле. Может быть, мы и в Таиле попадем. У нас есть планы и про Индию. Мы думали про Непалу, про Бразилию, про Нагуа. На Буа с удовольствием я бы вернулась. Я бы тоже вернулась. Мне там очень понравилось. Это дикий стайл. Это будут дикие истории просто. Это будет дикий стайл. Там сразу надо снимать все с себя. Да, да, да. Вся одежда будет желтой, максимально кирпичной. Потому что там везде вот этот кирпич, я не знаю, как глина, глина. Все желтое, белую одежду там невозможно носить, только темные вот эти растаманские всякие. Штуки, странные люди. Девчонки, а тоже кто может? Но мальчишки, наверное, вряд ли смотрят нас или нет. Кто может путешествовать, у кого есть идеи, кейсы, вы присоединяйтесь. Мы можем вообще сообществом переезжать. У меня была когда-то такая идея набрать свободных, веселых, классных девчонок и переезжать. Потому что мы же не все время, допустим, кто-то там, у нас, допустим, 6-7 человек. У меня есть такие подруги, вот одна из которых... Чтобы вы знали, в России мы не живем. Я с 2014-2015 года не живу в России. Ну, я вот только 3 года, но, тем не менее, не планирую туда возвращаться. Я планирую год точно путешествовать по странам. Если у вас есть идеи или... Я 36 стран посетила. Кейсы. У меня где-то 25. Вот. И мы хотим, да, дальше мы хотим новые континенты. Это вот Америка, Австралия, Канада у нас наближающая. Еще Бразилия же была вкусно. Бразилия, да. Но жить вряд ли вот прям в Бразилии. Я именно смотрю... Да какой тебе жить? Тебе... Ты еще сказала, хочешь путешествовать. Путешествовать, да. В Бразилию очень хочу на карнавал. Дети. У меня дети маленькие. Я буду говорить с радостью. Ну, значит, всему свое время. Причем самое интересное, я до 20-ти из каких лет? 30-ти. 2015-й год. Это сколько мне было? 5-6, полпятого. Это 9 лет назад. 9 лет назад. Мне 41 минус 9. Было 32 года, да. Я в первый раз поехала за границу. У меня был такой миф, что чтобы путешествовать по странам, нужно много денег. И нужно знать английский там или какой-то язык. И еще нужно с кем-то это делать. И еще нужно что-то знать про каждую страну, как это делается. То есть это страшно было для меня, непонятно. Но когда я в первый раз съездила в Таиланд сначала, там на неделе 3, на месяц, не помню, вот, с подписчиком. И потом уехала на Шри-Ланку на полгода. Я поняла, что путешествовать нужно денег меньше, чем я трачу на еду, съем квартиры в России. Вполне, да. То есть те деньги, на которые я снимала квартиру, свет, газ, телефон, водофон, квартира, еда, такси. И одежда. Ну, даже я люблю одни джинсы, все на год, пофиг. Я мало трачу на одежду, на бьюти-процедуры я тоже не трачу. У меня ногти свои, волосы свои, косметики нету, я ничем не пользуюсь. Ну, то есть мне пофигу. Вот, на массаж много трачу только денег. И я начала путешествовать, и я поняла, что вот просто вот минимальная сумма, которая уходит в месяц, она у меня была больше, чем я трачу в путешествиях. Каким, блин, максимум. Ну, это только если мы не говорим про Европу или Америку, конечно. В Америке не была, ну, подожди. Я поехала в Европу с 500 евро, которые выиграла в казино. То есть мы пришли, 50 евро у нас было с девочкой Катей Алтыниковой. Мы в казино выиграли 500, купили билеты и полетели. И билеты стоили там тогда 1200 рублей, что ли. То есть это явно не 500. Вот я вернулась через три недели по туру, которую я объездила всю Испанию. Через три недели вернулась, и у меня осталось 300 евро. То есть 200 евро у меня было потрачено на три недели. Мы жили только в пятизвездочных отелях. Мы побывали во всех городах Испании. Мы катались каждый день яхты, болиды, все эти виды. Нет, если кто-то облачивает, конечно. Рестораны, кафе там. И Катя вернулась с чемоданом брендовые одежды. Ну, там, Louis Vuitton, что там? Прада. Прада. Я вообще просто в шоке, как это возможно. Ну, то есть если ты просто девушка, то ты можешь себе позволить путешествовать без денег. Причем мы нигде не расплачивались какими-то деньгами, телом, вообще ничем. Ну, то есть... Вниманием. Да, мы расплачивались своим вниманием, классным настроением. Вот, да, мы знакомились везде. Причем передвигались мы на бла-бла-карах. И самое интересное, что мы готовы были платить за бла-бла-кар, и ни разу никто не захотел с нас деньги взять. То есть европейцы, которые просто там путешествовали, брали попутчиков, и потом говорили нам денег не надо, мы очень сильно удивлялись. Вот, там какие-то пары семейные попадались, молодые, немолодые. То есть это было, ну, офигенное приключение в Испании. Так что не всегда в Европе нужны большие деньги. Я знаю это как никто, но если вот я была в Европе недавно, если платить со мной, то 200 евро это только отель один день. Вот. А, конечно, бывают ситуации разные. По-разному все складывается, когда энергии много, и ты на пихе, конечно... Я поехала в Испанию, ладно, недавно, с мужем. Ну, как недавно с мужем, его уже нет, сколько? Ну, это было пять лет назад. Недавно, можно сказать, вчера. Это было на днях до ковида. Я поехала с мужем, муж взял свою маму. Я взяла Олесю, помощницу, она взяла своего мужа и дочку. И мы всей компанией поехали в Испанию. Сначала в Бенедорм, это маленькая, как... Провинция? Провинция? На подобии в Америке есть, где живут богатые, вот этот пляж. Майами? Майами, да, маленькая Майами называется, Бенедорм в Испании. А потом в Барселону. То есть мы месяц пробыли в Испании и не потратили ни копейки толпой. Потому что там знакомые постоянно нас приглашали. Одни богатые люди пригласили нас в большой дом бесплатно и не взяли ни копейки. И я рассказывала там свои истории, и они просто вот так вот смотрели. Потом другие блогеры, другие блогеры, миллионники с Испании пригласили меня, потому что были подписаны на мои каналы. Тоже всей вот этой толпишкой разместили дома, поели, кормили и показывали нам всю эту Барселону несколько недель. Если вы богатые люди, пригласите нас. И очень много было таких моментов, куда не едешь, везде приглашают в гости. Но я сама так поступаю. Ко мне, когда в Турцию приезжали, я тоже всегда говорю, ребята, вы там зубы лечить, окей, приезжайте. Они мне там жили месяц бесплатно у меня дома в моих хоромах. Одни, вторые, пятые, десятые. Я всех всегда приглашала к себе в гости. Потом в Краснодаре, когда я находилась, тоже всегда отдавала свою квартиру пожить. Когда меня нет, либо когда я там, приезжайте. Когда я там на Камчатке, когда я там в Москве. Всегда ко мне делегация с разных стран или городов приезжала в гости. И точно так же меня тоже все приглашают в разные страны. Я приезжаю и нигде не плачу денег. Ну, то есть я хочу поблагодарить, да, но даже не берут. Ну, как и я, в принципе. Меня благодарят, я нет. Потом только деньги заныканы. Где-то нахожу после отъезда гостей. Вот, то есть можно путешествовать, иметь классных друзей. Да, надо быть хорошим человеком в первую очередь. Мои родители где живут? Мама на Камчатке, папа в Новороссийске. Ну, то есть вообще вот так. Я к маме сейчас в гости поеду и возьму ее с собой в Краснодар. И там ее оставлю, а сама поеду дальше по делам. Да, девчонки. Так что, если будут единомышленники, или у вас есть какие-то, кстати, истории по поводу визы, вы знаете, где, как, лучше, какие-то явки, пароли, дайте нам знать. Имеется в виду по визам. Канада, США, Австралия. Да, есть страны, в которых, вот, например, сейчас, где-то говорила... Мне сказали, один источник сказали, что в Джакарте хороший процент одобряемости. И не берут, нет, не берут, может, кота. Кота. То есть туда надо ехать на визу, подавать на собеседование. Кто-то говорит, можно в Казахстан. В Казахстане мы слышали, что сейчас не так хорошо выдают визы. Вот. Вообще с визами это проблема, конечно, сейчас. Не важно, в какой ты, ну... Короче, не важно, кто ты и как ты, с визами сложно. Да, поэтому, ну, опять-таки, сложно, если представить, что мы просто идем забрать свое. Отсюда. То, как он сел, уже может сейчас... Нам нужно, нужно попасть в Америку в любом случае, и мы это сделаем. У нас все хорошо выдают, зависит от связи, Елена пишет. Вот она как хорошо занимает к себе. Вот. Ну, Алматы, походу, скоро меня ждет. Можно же приехать еще, организовать какую-нибудь встречу. Я всегда, когда куда-нибудь приезжаю, мне друзья говорят, ну, я сейчас людей соберу, можно вот просто вот расскажи там пару часов что-нибудь. Я прихожу, там сто человек, блин, сидит в зале. Я говорю, нифига вы там. И так часто бывает. По России, помню, до ковида вот эти туры, когда устраивали. Да, с удовольствием посмотрим. Мы по городу потусим, попутешествуем, почему нет. Очень интересно. Я смотрела билеты, кстати, из Анталии вообще по 6 тысяч рублей, по 7. А я-то буду ехать либо с Москвы, либо с Сочи, либо с Краснодара. Я не знаю, откуда, как вообще там, откуда выбираться. Звук пропадает, наверное, из-за связи. Все, интернет сел. Все, пока-пока. Всем пока. Катар, который в Черногории. Кстати, в Черногории тоже можно. В Черногории Котор. Котор? Котор, да. А Катар где? А Катар это где эти? Где дубай, кажется. Мне надо с картой познакомиться. Все, читер 5 по географии и напиши нам. Пока-пока. Пока-пока.